Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 320. События дня. Филиппинцам 1.22. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. За 27 октября 2016 года. Жизнь во плоти. Люди так не будут говорить, а моя жизнь. А во плоти это значит еще жизнь, если не во плоти. Это тоже доказательство того, что существует иная жизнь. Загробная. Во плоти, пока душа с телом соединена, я могу в этом видимом мире двигаться, говорить. Доставляет плод моему делу. И надо быть уверенным, если она доставляет. А то грешно-магогрешно, задавили это все. А что мешает развиться талантам? Трусость. Главное, что это трусость. Участь боязливых в озере Огненном. Об этом говорит Евангелесиан. Такими трусливыми их делают попы, священники, архиереи. Потому что надо поработить человека. Вот недавно мне пришлось встречаться с близким человеком, знакомым. Даже родственник по жене. Нормальный человек, ослужил в армии, смело говорит, я расспрашиваю, интервью записал. Теперь приезжает сюда, стал записывать Володю. Я не хочу, чтобы записывали. Что? Готовится к свадьбе, видимо, я так догадываюсь. И поп говорит, отвечать не буду, если будешь с Игнатьем знать. Я уже знаю, что говорит. От причастия отлучу. То есть попы играют, делают их боязливыми труслями. Никаких талантов речи не идет. Он не сказал ему, если ты не будешь жить по-христиански, не будешь благовествовать, я тебя отлучу. Нет, знать-то со мной. С неканьянами. Это, ну, неканьянами, это старобрядцы. Запуганные. Приходят, если на занятия где-то, потеряют. В другую комнату садятся, чтобы не видели, что они с нами. Они даже не понимают. Это чудовищное преступление. Это полностью уничтожает образ Божий в человека. Свободу Бог дал. Она пришла послушать. Она слушает, но в другой комнате, чтобы поп ее не видел. Она прячется от него. Он даже не понимает. Изверг. Что они делали с людьми. Какой талант? У нее талант. Она не может его... Как она? Вот приехал кто-то, там вышло. Она не может. Ей надо прятаться. Она только прятается. То есть из людей сделали тараканов. Когда свет включают, они по щелям лезут. И это все самая страшная игра. Я показывал как-то. Это игра причастия. Не причащусь, сдохнешь под забором. Не причасти, так это он виноват-то, не я. Как говорит Раскол. Да Раскол-то делал кто? Никон. Как Аваку мог делать, когда он держался за старое. Не старообрядцы Раскольники, а Никоньяни Раскольники. Мы-то ничего не делали. Вчера молились так же. Семьсот лет Сергий Радонежский молился. Два перста щедров. Щепоть у тебя бойтесь. Щепоть у тебя, бах, берут. То есть там уже пошел раскол. А теперь без пополосы там сотни. Так вот я говорю об этом. Трусость. И сегодня эти... Все делают это абсолютно. Под разными видами запугивают. Вот Вурмбрандт, такой был проповедник, Ричард, румын. И как его власти к себе хотели. А он вышел и сразу стал говорить о Боге, о трусости, что сидят христиане, ни один не выскажет против тирании. И вот в тюрьму, жена в тюрьму, дети погибнут. Все. Идти надо до конца. До конца. А сегодня никто не гонит ничего. Никто не гонит. Только попы гонят. Самые главные гонители. Ну и отомститься же им за это. И здесь точно так же. Какой бы ни был, к нам поедет. Архиерею тут прислали. Кто к нам поедет, смотрите, потеряю. То вам, то будет. Я не говорю конкретно о ком, чтобы не догадывались. Другой приезжает, радуется, веселимся, благословляемся. А тот никак, новый. А что? Какая-то связь с Украиной. Это ненависть пронизывающая майдановская. Он может сделать это? Показать пасту свою, что это непроходное двор. Ничего не знаю. Деньги, деньги, деньги. И это среда, на которую придет Антихрий совершенно свободно. Не знаю, что избрать. Быть во плоти нет. Интересно. Вот Павел вышел из тела. Когда голову отрубили, душа вышла. Как он смотрел теперь на все то, что делается в церкви. Как? И ничего нельзя ни вмешаться, ни сказать. Как Соломон говорит. И какой человек будет? Я собирал, думал, писал. Придет после меня такой, которого я не знаю. И что он будет делать? И будет ли делать так, как я хочу? Нет, не будет так делать. Он все разбазарит. Ну, дальше ролик посмотрите. Михаила Кальмаева. Посвящается всем ушедшим из православной церкви. Переписим 1.29. Дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Страдать. Иоанн Златоуц говорит, никого не боюсь, говорит, кроме епископов. Никого. Как они искали его убить? Убить. Отряд из монахов был, свой спецназ монашеский. Епископ Форетрий. В горах. На тропах перегородили. Все. Он едва не погиб. И он на насилках, видимо, между двумя ослами, привязанными, шли рядом. И он упал и покатился к пропасти. Самое страшное, не просто. А то, которое окружение нас, посылает, как овец среди волков. Христос говорит, надо внимательно считать. Это кто? Иудеи, гонители, коммунисты, фашисты. Это волки. Но когда собрал, считаем, 20-е глядяне апостолов, и говорит, из вас самих восстанут, говорящие превратно, лютые волки. То есть абсолютно бешеные. И поэтому все это было на месте. Уничтожение этого класса, гонение. У Бога все вымерено. Не без Божьей воли это было. Обезглавлена была церковь. Гонение. Радуйтесь. 1, 15, 4, 13. До явления славы Его воздрадуйтесь и восторжествуете. Ну, вчера мне скинули один ролик. Служитель умер во время проповеди. По-русски. Зарядите в Ютубе. Что хочет сказать Бог? Сергей Киреев. Ну, и вот показал я. Можете вот это скопировать и зарядить. Молодой человек, 29 лет. Он выходит, говорит, видно, что не православное. Я ему покажу даже его одеяние какое. 200 мужчин собралось, говорит, с разных сторон. Они прославления. Я послушал его там диск какой-то, не знаю, совершенно не понравилось. Ну, он говорит о Боге, говорит о том, чтобы жить правильно. Ну, правильно. Правильно. И когда он только хотел играть, прославлять, только хотел, и 29 лет сразу покачнулся и даже не показывает, как он упал дальше, как люди вокруг. Это сразу убирает, то есть страх смерти. Как можно это, главное, не показать? Показывает, как стреляет в Кеннеди, что дальше идет, как там Жаклин бросается там, что от головы у него отлетело, ловит. И всегда показывает. На фронте бежит человек упал. Никто. Как к нему подходят, показывают, там где я, в Освенциме, Хатынь, в мертвых вытаскивают, все показывают. А эти нет, верующие. Да как можно было не показать? Показать реакции людей, которые там были. Несло, а сразу дальше трень-брень. Опять. Одна балалайка. Гитара ли? Ничего нету. Вот даже в самом начале смотришь и... Я на это написал. На этом как бы... Семинария и академия духовная. Говорит священник. Представьте такое. Дали мне очень многое. Я научился так врать, что уже и сам верю в всему, что говорю. Вот учился в семинарии и академии. Вот так научился врать. Что без него не спасешься. Ты причастия не дал, так это ты не дал. Мне за это награда будет. Что ты меня терзал и мучил. Ихлисиаст, это я тебе написал под роликом. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх. И дух животных сходит ли вниз в землю. Кто знает. А тут в начале говорить, что, ой, Бог забирает к себе лучших. Он сразу пошел в небеса. То есть канонизировали мгновенно. Какие-то еретики, там, сектанты. Совершенно не церковные люди. Ну, были баптисты. Ну, примкните к баптистам-то хотя бы меньше. Нет, дробят и дробят. Ну, есть пятьдесятники. Нет. Субботники. Нет. Мы сами сделаем отдельно. И тоже церковь. Ну, религиозная организация. Я тут написал им. Ихлисиаст, шесть, двенадцать. Типа, кто знает, что хорошо для человека в жизни, в осенней суетной жизни его, которую он проводит как тень. Тень по земле. И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем. Вот я это, когда я делаю, вот так вот выделяю курсивом, жирным и красным. Чтобы видно было, что это и Слово Божие. Еремея 17,9. Лукавость сердца человеческая, более всего, и крайне испорчена. Кто узнает? Откуда вы знаете? Вот упал. Ну, покажите. Дальше нет. У них гибролики нет. Почему? Это уже высчитано. То есть. А тут некоторые говорят, вот его еретика, Бог его убил. Ничего не знаем. Ну, как судить? Я говорю, что показать надо. А где он? Я не знаю. Мне Бог не открыл это. Да и мне это не надо. Нет. И дальше один за другим выступает. И все. Какой он хороший, молодой, красивый. На молодых красивых ад забитый. Еще у них комсомольцы, коммунисты были. Или фашистские летчики, подводники. Топили подряд. Миллионы тонн груза. Посмотрите, какие они как прекрасно выглядят. Из похода с бородами с такими приезжают. Фашисты. А красивые они. И Ева Браун, что она, уродливая какая-то была. Она красивее, крупской намного была. Ни у одного первого секретаря такой жены не было красивой. Бытие 5.5. Тех же дней жизни Адамы было 930 лет. И он умер. А тут 30 лет. На 900 лет меньше жил. Дней лет наших 70 лет. А при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь. И вот проходит быстро, и мы летим. Ну, тут кто-то привел это. Как же так в таком возрасте? Ну, до половины. Если бы 35, тогда от 70 взять пополам. Пол жизни даже нет. И в какой момент? Вот что Бог хотел сказать? Не знаем. Готовьте к смерти в любой момент. Я это могу сказать. Не знаешь, где умрешь. Может быть, лег спать и не встанешь. Нет. Подряд. Вот я сейчас выйду на этот ролик. И в небесах. Он только в небесах. Все небо юридическое выходит. Совершенно не в церкви. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоих. Число дей твоих сделаю полным. Исход 23-26. Это не каждый знает. Написано полным. Или 930, или теперь на 70 лет. Нет. Сирахов 41.5. Не бойся смертного приговора. Вспомни о предках твоих и потомках. Это приговор от Господа над всякой плотью. Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнего? Десять лет, сто лет или тысячи лет в Аде нет исследования времени жизни. Тысячу лет. И никакой разницы нет. Сколько ты прожил? Там нет исследования. Потому что у Бога другая шкала. Шкала добродетели. Шкала твоей жизни во Христе. Иезекиилия 303.18. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы говорите, не прав путь Господа. Я буду судить вас, дом Израиля, в каждого по путям его. Бог будет судить-то. И мы не знаем, где он, в районе, в раю, но я знаю, вне церкви нет спасения. И что интересно, под роликом я вчера поставил вот это вот, что сейчас написал. И сейчас посмотрим, сохранилось или нет. 1 Коринфян 4.5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который светит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Вот тогда, не сейчас, а тут канонизирует православное там. Ну и у католиков такое там начинает готовить. Время, которое сколько пройдет, Яна Павла II, когда, в какое время. А тут Алексей II умер и сразу же канонизирует. Там одна упала где-то в бане, и я упала, и ногу не сломала. Вот а святой, безумие полное. Написано, не судите никак, ни в ад, ни в рай не толкайте. Прежде времени. А время какое? Пока придет негристое, он не пришел еще. Он осветит скрытое во мраке. Вот говорит, он говорит, да там нравственность, то другое. Александр Шмемен говорит, он двух жен бросил с ребятишками. А теперь священник или кто он там? И теперь разговоры ведет о нравственности. Ну какое ты право-то имеешь говорить об этом-то? 2 Коринфянам 5.10 Ибо всем нам должно иметься предсудилище Христово. Судилище, какое слово-то интересно называется? Я повторяю, курсивом. Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброй, приходит. Делал. Вот дело Божие, чтобы верили в того, говорит, вера и дела. А сама вера это и есть дело. Чтобы верили в того, кого Отец спасал. Вот дело Божие. Так Евангелист Иоанн говорит. Третье царство. 14.17. И встала жена Иераваамова, и пошла, и пришла в Фирсу. И лишь только приступила через порог дома, дитя умерло. Вот тоже был. Иди домой. И охота прийти. И в то же время, как только шагнула через порог, дитя умерло. И дитя умерло. Вот она шла, и охота увидеть. А смерть идет впереди ее на полшага. Только через порог переступила, дитя вдохнула и все. Она бросилась, но уже к мертвому. Ужасное какое состояние. Иева, а за что пошла не к Богу Иегове, а к Ваалам разным. Иев 12.9. Ведь кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворилась и я. Бог так сделал, он умер. Почему, мы не знаем. Совершенно не знаем. Вот был такой Карев Александр, генеральный секретарь, кажется, его уже было, у Баптиста всех бы. И умер. Умер за столом. Писал когда. Ой, как поднялись-то отделенные инициативники. Там, где Венц Георгий был. Вот Бог его убил, убил, потому что он писал кляузу, донос. Донос писал в КГБ. Кто знает, откуда узнали, что он писал. Нигде об этом не было. Ну, то есть ложь. Непрерывная ложь. Серафим Саровский умер, зашли, а комната вся задымлена у него. Он на кирпичах там стоит, как всегда, на коленях. И пожар у него там случился маленький. Старообрядцы говорят, а это он умер, говорит, курил папиросы, не затушил. Серафим Саровский курил папиросу. Ну, маленько, хоть ври, да хоть отплевывайся. Это мне старообрядцы говорят, что вы Серафима Саровского-то почитаете. То есть те, которые после Никона, хоть он всеми призванный, Иоанн Кроштадский, там, Пеофан Затворник. Это нет, это не святые. Святые только те, которые были до этого. Это вы канонизирует Иоанна Грозного. Что угодно, это наше. Из-за перстов только. Серафим курил. Я говорю, ну откуда вы взяли-то это? Да мало-то еще, с капедры ляпнут. Это все насаждение, причастием играет, чтобы все за ними шли. Да причащались. Откровение 3.11. Все грядусь скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Держи, не суди. Матфея 24.50. Кто придет, господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час в который не думает. То есть как раз здесь речь об этом и идет. И растечет его, и подвергит его одноучности с лицемерами. Там будет плащ искрежен зубов. Может быть, он сразу в ад пошел. Да откуда же мы знаем-то? Неизвестно. Сирахов 4.22. Если он совратился с пути, мудрость оставляет его и отдает его в руки падения его. Примудрость Соломона 4.7. А праведник, если равновременно умрет, будет в покое. Ибо не в долговечности счастная старость, и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь в возраст старости. Беспорочная жизнь. Ну, а беспорочная тут понятно. У стариков какое главное-то грех? Это осуждение. Они в окно выглядают бабки, сидят около дверей. Семь бабок я написал как-то стихотворение. Всех судят. Кто пошел, куда пошел, с кем Нюрка спит, куда этот бригадир зашел. Как благоугодивший Богу, он возлюблен. И как живший посреди грешников, представлен, умер. Восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не присело души его. Может быть, этот человек как раз такой и есть. Не знаю ему ничего. Так что, сектант спасется. Вне церкви нет спасения, это я точно знаю. Но спасение от Бога. Бог силен все делать. Силен. Это его. Как государь. На эшафоте стоит все, и вдруг указ. Отпустите. Вот такое. Серахов 3026. Ревность и гнев сокращают дни. А забота прежде времени приводит в старость. Вот все заботятся, еще так где-то. Ревность. Вот ревнивый человек, он безумным делается. Говорит, теперь муж умер у нее. А она в дурдоме сидит и говорит на двое. То есть его-то нету, а она на него. А, вот. Проверяй, где-то волосинку нашла. Какая волосинка? Не ее. И она теперь перед сделком, такой диалог у нее идет сама с собой. А другой раз проверил, но еще нет. Ну, значит, с какой-то слысой познакомился. Даже волосинки от нее нету. Но. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Повторяю. Левитам. 16.1. Говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, Когда они, приступив, перед лицо Господне умерли. Перед лицо Господне приступили. И вдруг входили в так чужий огонь. Вообще непонятно. То ли от папиросы зажгли. Лукаш 16.23. Ваде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама Лазаря на луне его. А богачи гуляют, вспоминают. Давайте, выпьем. Я около церкви иду, а одна женщина подошла и, дорогие, я сейчас не знаю, есть у нее такие папиросы, Казбек была, это самая дорогая. И она подает, ищем, знаете, помяните, он любил эти папиросы курить. Папиросы он любил курить. И каждому по-папироске дает. А все царства ему небесные, царства. Все же дни жизни Адама было 930 лет. Ну, понимаете, и он умер. 930. Значит, Адам был и такой. Слава Иисусу Христу! Проверяет сестра меня, как жив, здоров. Ну, сейчас вот я делаю, Володя тут записывает. Надежда Васильевна там что-то чебарничает на кухне. Готовит там уже обед. Капишку затопил. Ну, в два дня один раз топим. Экономим. Я, к слову сказать, вот, мы температуру нормальную держим-то. А за стенкой живет человек. Он любит тепло. А один он жжет больше, чем мы на два дома вместе. Почему? Сам себя на это расквасил. Температура должна быть обязательно там под 30 градусов. Не знаю я. Я вот один когда был, так у меня 5 градусов было. Ведро угля сэкономить. А да еще ведро угля, это разве плохо? Я в течение месяца 15 ветер сэкономивал. Это же уже деньги. Деяние 12.23. Я говорю о смерти какая была. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он был изъеден чергами и умер. Мы не знаем здесь. Может быть, раз он не православный, он и был поражен Богом за то, что отверт церковь. Не воздал Богу славы, что Господь церковь свою хранит столько лет, а не новое образование делать. Может, за это. Но это размышления. Не знаем. Я поясняю. Вне церкви Христовой нет спасения. И Господь Иисус Христос придет за церковью. Своей. А не за религиозными организациями. Придумали динаминация. А что такое? Конфессия. Это два слова, которые сатана подсунул, чтобы заменить слово ересь. Динаминация, конфессия. Это ересь. Скрывает слово ересь. И нигде еретики ересь, они не поминают еретики. Откровение 19. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнца, жена его приготовила себя. Какая жена? Какая жена? Все недоскончания века, в первом, во втором веке. Спросите любого сектанта, кто бы они ни были, баптисты. Кто? Кто так веровал, как они? Не было этого. Чтобы не было алтаря, не было престола, не было литургии. Чтобы хлеб оставался хлебом, не было присуществления. Не было такого? Не было. Значит, ни Китерия, ни церковь. Брак Агнца. Откровение 19. 7. Вот. Откровение откроешь и просчитаешь. 19. 27. Возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнца. Жена его приготовила себя. Одна жена. Так же жены не было полторы тысячи лет. До Мартина Люкера не было его. Джона Уиклифа. До Яна Гуса. До Вильяма Миллера не было церкви. Колоссинова, не 24. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей. Скорбей Христовых. Павла не доставала. За тело его, которое есть церковь. Тело его. Значит, тела не было. Если церкви не было. Колоссинова, 11. Он есть глава церкви. Церкви. Не религиозная организация. Динаминация. Ну, а я дальше пишу, где наши подробности. Вот. Ну, теперь вот посмотреть интересно. Надо, наверное, не так было сделать. Вот посмотреть, как это называется. А может быть, вот так зарядить YouTube. Я знаю даже как. Контур просто и все. Пойдет? Контур нажать и левой мышкой. Вот это нажать? Вот. На этот наведите. Вот у вас. Нет. Выделять не надо. Не надо еще. Вот это у меня здесь. Это же в борге. Да, и она выскочит. Да ты что. Да, вот. Смотрите, написано. Нажмите контур и щелкните ссылку. Ну и что? Подождите. Сейчас я вам покажу. Вот контур нажимаешь. Раз. Все. Вот он открывается. Так, а нажал какой-то правый? Левой. Контур и левой мышкой. На этот. На ссылку. Здравствуйте, дорогие друзья. Сердечно благодарю вас, что вы смотрите мой видеоблог. Знаете, вот контур. Произошло событие, которое заставило лично меня, и я абсолютно убежден, что и многих других людей, которые слышали об этом, задуматься о своем жизненном пути. И цель этого видео рассказать о том, что произошло, о том, что сделал Господь. И также побудить каждого, кто смотрит это видео, задуматься о том пути, который он совершает в своей жизни. Дело в том, что в эту субботу в Церкви Дом Божий проходило мужское служение Самарского региона. Более 200 мужчин собрались вместе, чтобы вместе молиться, вместе слышать Слово Божие, рассуждать над Словом Божьим и свидетельствовать о тех чудесах, которые совершил Господь. Когда служение уже оканчивалось, то пастору Церкви Дом Божий Антону Чумакову один из братьев сказал, что здесь в зале присутствует лидер хвалы и поклонений из Тольятти Виктор Жигулин. И было бы очень хорошо, если в завершении собрания его попросить спеть какую-то песню хвалы, чтобы весь зал вместе прославил Господа. Один из организаторов подошел к Виктору и попросил его, чтобы он вышел на сцену и исполнил заключительную песню. Виктор с радостью согласился это сделать. И когда он вышел к алтарю, то вместо того, чтобы сразу заиграть, он решил засвидетельствовать о том, что совершил Бог в его жизни. Я не буду повторять эти слова, вы посмотрите их сейчас на видео, но он действительно рассказал о том, как Бог нашел его, он рассказал о том, сколько важно и ценно служить Богу. Понятно, то есть вот то, что он говорит сейчас, Сергей Киреев-то, ну где у православных, чтобы собрались для этого-то? Не погремушками занимались, как патриарх Кирилл сказал, жезлы разные, да все, как обратился, как не могут рассказать-то, никогда этого нету. Ну доброе-то есть, доброе-то. Да, он не православный. Ну, он говорит-то, что православных-то во сне этого нету. 200 человек собрались рассказать. Да где собирается для этого-то? Хвалятся одеждами, воскрыли ими одежд. Я не... И главное, что это новый дом Божий называется. Это секта настоящая. Ну, говорит-то хорошо. И даже с бородкой, ну, вообще претензий никаких нету. Ну, можем мы доброе-то взять и поучительный пример. Ну, сами откройте себе и посмотрите. Вот я вчера выставил вот канал «Во свете Библии», посмотри. Видите, я читаю. Считать дальше. Вот. Это вот то, что я сейчас зачитывал, это вот мое. Вот, все сохранилось. Вон, я не знал, брат, это так. Дальше «Царство небесное», «Вечная память». А что вы решили, что Бог его забрал? Вот один говорит «Сергей Коржок». Вот это правильно ответил. Рассмотри, узнаешь. А воля, этот парень, конечно, уже ушел в небеса. Правильный человек всегда уходит в свое время. Его забирает Бог. Дальше верующий не умирает, переходит от смерти в жизнь. Почему никто не молился за воскрешение? Вот куда, чтобы он воскрес. Ну, можно было помолиться. Ну, все, так. Слава Богу, что молились. Не на все, на все есть воля Божия. Дальше тут какие есть воскрешения. Что Бог забрал, забрал Виктора. Ну, то есть, канонизировано. Мгновенно упал. Даже не показали, как до пола достиг. Уже канонизировано. Еще в самом падении даже. Ну, и отошел. Показать свои ресурсы. Вот у нас что есть. Вот сейчас это. Это вот мой мир. Сейчас в данный момент Юрий зашел. Соболев. Я не знаю даже, чего он зашел. Узнаете, Тихонович. Через полчаса я готов. Дайте знать. Вот видите, сейчас я только заканчиваю, и он уже заходит. Это Юрий Соболев. Он преподаватель в университете мирском, в академии. И ведет занятие в епархии. Город Красноярск. Я его не боюсь назвать, потому что враги на него нападали, но он им дал ответ. Достойный их. И они сразу скисли и слиняли, как говорят. Их нету. Вот у нас что еще есть. Это православный форум. Вот он где. Очень большой форум. 1593 темы. Далее, что у нас есть. Это наш православный видеоканал, открытый моком во свете Библии. У меня все называется во свете Библии. Вот события дня. Вот сегодня я поставил. Утром сейчас обновлю и покажу. Мало тут приходит. Вот. Один час назад. 46. За час пришло 46 человек. Посмотрели. Вот пять роликов выставил. Вчерашний вот выставил. Это 193. 14 часов назад. Помаленьку так. Глядят люди. Ну и главный ресурс у нас это сайт во свете Библии. И самое ценное это 4124 ответа по темам. По вопросам. Вот все здесь. А то мне говорят. Вы отмечаете одно и то же. Ну разные люди. Как я могу не отмечать? Вот я стою на дороге. И кто-то подходит ко мне и говорит. А как пойти к храму? Я говорю. Это вот сейчас и не лежает. Или на трамвай сядешь. И вот так вот. А другой подходит. Я опять ему объясняю тоже. Ну люди-то разные приходят. Что тут дурью маются? Ну прям нападают за то. А вы опять одно и то же. Мы уже не смотрим ваши ролики. Ну не смотрите. Ущерб-то для вас. Тот человек пришел-то не один вопрос задает. А он услышал это. А ты это даже не можешь сказать. Ты должен сказать точно цитируя священное писание. Не можешь. А уже надоело. Все. Оживляшь нужно. Какие-то горячие темы. Какие горячие-то? По трупам идут. Вот убили Моторолу. Тут кинулись. Посмотрели. Ооо. Царство небесное мое. Да туда ему и дорога. Паразит. Был такой. Он нападал на людей и прочее. То есть совершенно разное мнение. Ну непонятно. Поп-то зачем идешь? Зачем я всю жизнь убивал? Там боевики. Значит. Убийцы. А почему он-то может быть другим? Его такими словами называть. Я к примеру говорю. Вот все раньше времени судят. Уже Моторола в раю. Пожалуйста. В царстве небесном. Тут мэр погиб. И сразу стихотворение. Тут одна Колесникова написала. Вот мэр-то хороший был. Мне он в дружеских отношениях. Ну дальше. Ну не надо идти этого. Нет. Он в царстве небесном мэром теперь. Он мэр города был. И там он теперь мэр. Я называю его Баварин Владимир Николаевич. Очень хороший человек. Я за него даже помолился. Ходил на похороны его. На прощание. Никогда не хожу. Один раз за всю жизнь сходил. Вот где дом. Все это благодаря ему получили. Он сильно помог здесь. Ну не сажется небесное. Он там главным мэром. Он там убогом мэром. Там города какие-то. Не знаю, что там один Иерусалим. И награды еще полную не получили. Чтобы не без вас получить награду. Ну вот. А так взять своя-то какая у меня жизнь. Я сижу целый день занимаюсь. Приезжают гости. Приходят. Кому разрешаю здесь. Несколько бесед по скайпу. Сейчас отходим. Все, Володя. На этом конец. Слава Иисусу Хрису. Ждем, когда отец Аким приедет. Все еще нет его. Главное, один тут написал. Что отец Аким поехал. Никакой это не паломник. Он поехал героином занимается. Героин развозит. А у меня Володя и Никита. Это гомосексуалисты. Этот старый пень, хрень. Там с ними живет. Ну то есть полное безумие. Совершенное. Я даже знаю. Петров. Петров вот такой был. Саварбек Алмазов нападал. Подали в прокуратуру. Здесь подали. А те в Казахстане. Караганда. И там, видим, мне пришел ответ. Там занялись исследованием. Все, начал убирать. Все. Кончило дело. Как тут священник один. Из Горного Алтая про нас написал. Что у нас поклоняются сатане. А попеть надо полностью. И сидим за столом. И два епископа. И мы говорим об этом. А Максим тогда был Дмитриев. Он сейчас Липецкий где. Да это... Это кто же мог такое? А тут сидит священник один. И кажется, отец Сергий Беляев. Секретарем был. И говорит. Да это вот отец Георгий. Убрать. Мы домой пришли. Уже нигде ничего нет. Все. То есть сам он не знает. Ему нужно было, чтобы в лоб ему колуном брякнули. И тогда он убрал. Ну то есть не отвечает ни за слова, ничего. Почему? Наш митрополит. Наш митрополит, говорю. Алтайский. Сергий Иванников. Встретились тут с нашим митрополитом зарубежной церкви, капралом. И отец Аким с ними. И он говорит. Игнатий вот называет там, я повторяю это, сектантом. А почему называет-то другой-то? А сам смеется. Да потому что завидуют. Сами-то ничего этого сделать не могут. А то говорит митрополит московского патриархата. Ну вот и все на сегодня. Богу слава.